Сатт-нам, everyone. Всем сатт-нам. Сатт-нам. All right, welcome to this course. Добро пожаловать на наш курс. We created this program, this course. Мы создали эту программу, этот курс. Which is called Healing the Soul Wound, the Wounded Soul. Который называется Исцеление ран души. In fact, this course is... We need five classes to finish this course. И нам нужно пять классов, чтобы закончить этот курс. And you need to sign up, if you like. If you wish, you can sign up to complete the course. But today we want to give you the idea. What is it about? И вы можете записаться на весь курс. Но сегодня мы хотим вам дать такое общее понимание, о чем будет этот курс. All right. So, you might have heard about the soul wounds, eventually. You came across, maybe, in books, or you heard about it. And it is a concept, which I unconsciously followed through my work as a naturopathic doctor and psychological counselor. And you, наверное, you heard about the meaning of the soul wounds, maybe, you read, maybe, you heard. И я, как натуропат, очень много работала именно с этой темой, неосознанно. Unconsciously, in that sense, that I worked according to this without knowing that this concept exists. But I want to refer to where it is coming from. It is created by Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, да, открыла этот концепт, описала этот концепт. And what we felt after working for so many years with patients from all over the world, is that we need something, which we all can use on a daily basis, So we can work on these specific topics every single day. So what we want to offer you is a combination of these five soul wounds and the mass, which were created out of these experiences. И мы хотим вам предложить вот этот набор из пяти концепций, пяти душевных ран. И мы хотим рассказать вам о триггерах, какие они бывают и что означает стресс. And how we can step out of this vicious circle, we might be sometimes in facing the same obstacles, or diseases, or illnesses, or problems in life, again and again, again and again, again and again. И мы посмотрим, как можно выйти из этого порочного круга, когда мы постоянно встречаемся с одними и теми же болезнями, с одними и теми же проблемами, или обстоятельствами в жизни, постоянно день за днем. И интеллектуально мы понимаем, что, например, мне не нужно курить, что это разрушает мое здоровье, что мне не нужно злиться, что мне не нужно взрываться. И мы все знаем об этом из таких книг о духовном развитии. Почему же нам так сложно перестать это делать, саботировать самих себя? И да, может сложиться такое впечатление, что нам все время нужно себя как-то оптимизировать, развивать конструкцию, из которой мы состоим. Но на самом деле есть что-то, что находится глубже, не на поверхности, что-то вне нашего интеллектуального понимания. Да, мы можем дать знание. Мы взявляем нас, мы должны нас ехать еще и через нее, быть спешим, в специальном состоянии, мы выбирем прочитать, где мы хотим быть родом, от родственницей, всех обстоятельств, потому что мы хотим экспертить, и экспертить, и экспертить, и экспертить, и экспертить. Мы Thy patterники должны все испытывать, И, рождаясь здесь, на Земле, начиная свое путешествие, инкарнируясь в определенных обстоятельствах с определенными родителями, наша душа хочет получить некий опыт и получать его раз за разом, пока мы не научимся принимать все таким, какое оно есть, и пока мы не найдем свое истинное Я. И эти пять душевных ран, они начинают действовать, проявляться, начиная с момента, когда мы были зачаты, то есть еще в утробе матери, и до пяти лет. Поэтому мы даже можем не помнить, как проявились эти травмы. Иногда у нас могут быть проявлены, например, две травмы из пяти, иногда может быть пять. Все зависит от тех триггеров, которые появляются в нашей жизни. Некоторые раны могут проявиться даже на физическом уровне, и они могут быть заметны по нашей форме, форме нашего тела, по тому, как мы ведем себя, по тому, как мы двигаемся. Например, есть люди, которые всю жизнь пытаются набрать вес, есть люди, которые всю жизнь пытаются сбросить вес. И что бы ни происходило, все возвращается в изначальную форму постоянно. Те, кто пытался потерять вес, постоянно возвращаются, возвращают в себе вес обратно. И это получается, что это вне нашего контроля. So, the five major wounds we can suffer from are rejection. Пять основных ран – это отвержение. The mask or the behavior which might come out of this is flight or withdrawal, run away. И какая маска или манера поведения, мы пытаемся сбежать от чего-то все время. Second, we have abandonment. Второе – это быть брошенным. The mask which comes out of this is dependency. И маска – это зависимость. Третье – это предательство или подрыв доверия. Out of this comes the controller. И из этого выходит такой контролер, тот, кто контролирует. The fourth one is humiliation. Четвертое – это унижение или стыд. И маска, которая здесь используется, там, мазохизм – это нанесение вреда себе. И последнее – это несправедливость. И маска, которая выходит из этого, быть очень негибким, очень жестким. Как я уже говорила, все эти маски могут обжигеть с другом. Раны, они соединяются, взаимодействуют. И бывает очень сложно понять. Там есть очень много уровней. И мы на этом курсе, мы хотим дать вам общее понимание и рассказать о том, как можно с этим работать, чтобы увидеть себя в этих масках. И день за днем, класс за классом мы будем работать с каждой из травм. И мы будем давать вам крии, медитации и другие техники, которые помогут вам исцелиться, увидев себя в одной из этих ран. Потому что все мы проходим вот эти все стадии в своей жизни, чтобы достичь этой невинности. И мы полностью соединены своим высшим Я, своим истинным Я. Субтитры создавал DimaTorzok